Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли, тили-ли-ли-ли Я сегодня хочу поговорить о нашем мозге и о нашем теле. Чтобы осталась эта видеозапись, как впервые озвученные моменты, связанные с нашей физиологией, которые не звучали ни у Черниговской, ни у исследователей, ни в научных кругах, которые бьют себе пяткой в грудь и говорят мозг, главный процессор, он определяет все. В мозге происходят те процессы, которые, по сути дела, управляют этой реальностью, которая существует где-то. И мысль приходит в этот мозг извне. И авторитеты там будет, Бехтеревы и так далее. Мы, конечно, не Бехтеревы, мы не Черниговские. Мы никто, да? Мы Зайцева и Остапук, который сегодня озвучит те мысли, которые будут озвучены впервые, но которым наука придет через какое-то время. Она не может не прийти. И придет через исследование глубокой фазы сна. Именно глубокая фаза сна, когда будет исследоваться, когда будут приборы, хоть какие-то для того, чтобы ее постичь. И когда ученые додумаются исследовать в это время не только ЦНС, мозг, а все физическое тело, тогда они смогут совершить открытие. Потому что на сегодняшний день как-то отделили головной мозг от тела и вынесли на него ответственность. И это самая большая ошибка от науки. В принципе, как и у религии, когда отделили Бога от физического тела. То есть сегодня функции Бога уже вынесли на мозг. И это неправильный подход, но люди очень любят заниматься разделением на части и потом продажей частей по отдельности. И неважно, назовут это мощами или назовут это походом к урологу, эндокринологу. Абсолютно точно, да. Все идентично. Только вопрос ты физически делишь или ты информационно делишь. Мы говорим сейчас из состояний сознания, целостности, как это все устроено и как это все работает. И если мы входим в глубокую фазу сна, когда уже информация предыдущего дня у нас снята, а день новый еще только начинает формироваться, то мы попадаем в очень интересную тему. Мы попадаем в глубоком сне, в пространство материализации. Мы его назвали так. Как первопроходцы имеем право называть так, как считаем нужным. Точно так же, как мы дали название этим состоянием, состоянием педальника. А назвали, потому что это невозможно по-другому назвать. Ну, потому что психика сама говорит о том, что если ты хочешь завтра прожить такой-то опыт, то сегодня вот в это пространство надо загрузить информацию. Вопрос, где и как она загружается. И большинство людей может сказать, что мысль человека материальна, имея в виду, что мысль творится в голове. Либо же она приходит откуда-то извне. И через мозг, да. И через мозг транслируется наружу. Вот в этих состояниях глубокого сна мозг полностью выключен. Отключен полностью. Он полностью спит. И мозг не участвует в этом процессе совсем. Именно в процессе, да, материализации он полностью. Что участвует? Участвует чувства, которые рождаются у нас вот здесь. Чувства. И если скажем мы, что мы думаем вилочковой железой, то человек просто офигеет. Но во сне, в глубоком сне мы думаем вилочковой железой. У нас мысли рождаются вот здесь. Вот они здесь. И чувства. Мы думаем вилочковой. В самой глубокой фазе сна у нас работает вилочковая железа. У нас работает все тело за счет работы эндокринной системы. и в этот момент мозг у нас спит. И вся информация, которая поступает как через чувства, через чувства, как момент трансформации чувств в образы, за счет того, что через чувства идет информация, это чувствуется как если бы. И вот эта информация поступает в дальнейшем вот в это пространство материализации. Там она накапливается. И оттуда она напрямую, оптом в дальнейшем, когда накопилась информация на день, мы через нее просыпаемся. И ее захватывает мозг и все клетки тела. И она распространяется по всем клеткам тела одномоментно, включая клетки мозга. Здесь уже работает ЦНС для того, чтобы донести до всех клеток тела. Причем еще надо разобраться, что первично клетки тела, а потом мозг. Или ЦНС через мозг разбрасывает по всем клеткам тела. Здесь все-таки, ну, пока непонятно. И от клеток идет информация к мозгу через ЦНС, или от мозга к клеткам. Но задействовано полностью все тело. Но первично идет информация через эндокринную систему. Со второй частью мы еще будем разбираться. Но это факт, который мы можем сегодня говорить. Это так. Это уже проверенный момент, когда через это пространство наше сознание запускает в нашей реальности следующий день. И так как засыпая, наши клетки содержат информацию о предыдущем дне. Наша ЦНС содержит информацию о предыдущем дне. То мы и через этот день входим в следующий день. Мы опираемся на предыдущий день для того, чтобы создать следующий день. И таким образом мы его в автоматическом сценарии создаем по готовому сценарию. Как бусинами и соединяем бусины автоматически. Через вот эту глубокую фазу сна, через пространство материализации. Когда мы через это пространство, через фазу глубокого сна проходим осознанно, то есть мы умудряемся или научились в эту фазу входить, не отключая полностью сознание, то мы можем в этом пространстве оставить любую информацию для проявления. И наше подсознание не может не исполнить это и не проявить. Именно не может. Просто это невозможно. Просто невозможно, чтобы оно не проявило. Потому что это пространство материализации, оно для этого и существует, поэтому и существует материя, потому что это пространство материализации есть. И оно не может не создавать. Вопрос только, оно само будет считывать автоматически, да, то, что есть. Или же мы будем управлять через чувства. Тут не управлять, создавать через чувства осознанно свои, то есть мысли, которые рождаются через чувства, желания через чувства. Мысли рождаются через чувства. То есть мысли приходят из разума, единого разума. Да. А разум, он подключается к телу через чувства. Он есть в каждой клетке нашего тела. И никак не мозг. Мозг вообще, он полностью отключен. И удивительное дело, ты понимаешь, вот если мы возьмем день и ночь, то если мы, вот эту вот фазу, мне вот эти моменты приходили ночью, тебе эти моменты приходили днем. У нас с тобой все в противофазе. И при этом, и там, и там мы четко понимаем, что вот эти глубинные состояния, это состояние инфодайвинга. Да. Это состояние инфодайвинга, когда мы можем входить и через чувства перепрограммировать свой следующий день, менять его на тот, который нам надо. и именно в этих состояниях наше сознание является единым. И абсолютно каждый человек в этих состояниях есть я. И нету человека, который бы не был я. И нету ни одного проявления, который бы не было я. Потому что идет полное сознание, что все есть я. И по-другому быть не может. И по-другому быть не может. Вот на сегодняшний момент абсолютно точно, что по-другому быть и не может. Вот просто. Точно так же, как по-любому материализация, то есть не может, материи, как это, пространство материализации не может проявлять то, что есть в нас. Оно просто не может. Только вопрос осознаем. Мы осознанно эту информацию посылаем в это пространство материализации или не осознанно в спящем состоянии, в автоматическом режиме. Именно в автоматическом режиме и появляются образы этих инопланетян. Чужих. Инопланетян и так далее. Если взять и муравья увеличить там или бактерию какой-нибудь, инфузорию, туфельку или еще увеличить до размера огромного или жука ты будешь иметь и чужих и кого хочешь. Кого угодно. То есть всех монстров, все страхи и так далее зарождаются, когда под микроскопом ты увидел то, что на самом деле в реальности есть и самое интересное, что есть в нашем теле. А по сути своей это грязь. Это грязь. Микробы. Грязь. То есть наша грязь, наша грязь, которая под лупой наша психика выдала осознание. И материализует. А мы это мозгом генерируем и носимся с этими идеями либо с этими страхами и кричим ай-яй-яй, ой-ой-ой или от счастья пухнем. Получается, что на сегодняшний день люди в силу своей недоразвитости упускают момент, когда точно так же из подсознания можно извлекать озарение для того, чтобы делать изобретение, потому что все уже в нашей психике изобретено. Все уже есть. А человек в силу недоразвитости стремится вниз в падение, в деградацию до той точки, когда игра потеряет смысл, тогда нужна будет перезагрузка. Перезагрузка с созданием новых физических тел, новых игр и выделение нового игрового диапазона. Там убираются тогда вот эти один из веглейских игр, запускаются новый диапазон игр, скажем, там следующие 11 игр или 20 игр, или еще сколько-то. И человечество будет познавать новый спектр. Опять-таки после перезагрузки. Но все равно это будет играть одно и то же сознание. И процесс игры будет процесс выделения «не я». Да. Возвращение к «я» и все, что на этом пути есть. В принципе, весь этот путь мы описали полностью в нашей книге «Иллюзионист». Мы его разложили подробно. Подробно настолько, что эта книга может стать пособием для управления реальностью или созданием реальностью, созданием материального мира. И исходя из теперешних вот этих знаний, очень становится очевидным, как появляется декорация, то есть природа, даже природа. Я сейчас осознаю точно так же природу автоматическим проявлением нашего внутреннего состояния или, как сказать, памяти, нет, загрузки клеток. наверное, так. То есть для меня сейчас очевидным становится откуда трава, почему мы ее видим, потому что это деревья, потому что это все считано сознанием, считано, психикой считано с наших клеточек. И вот откуда мы с тобой тогда еще давно говорили, что то, что мы видим, это мы видим микромир. вот оно, вот это отсюда. Я помню, вот сейчас мне в памяти прямо вспомнилось, я была маленькая еще, и у меня почему-то были внутри меня мысли, что трава, деревья, это вот, допустим, наши волоски, а мы их видим деревьями. У меня это было маленько. и сейчас я вот это все, у меня прямо одновременно сейчас объемом информации прокручивается, вся моя память всей моей жизни вот прям сейчас осознается. Миры. Ну, то, что переход в психике идет сразу прыжком с микро, она мафра, потому что иначе не будет существовать материя. Иначе не будет, То есть пространство материализации, оно по-любому будет материализовать, потому что материя существовать должна, а уж осознанно или нет, вот тебе управление погодой. После этого я на все, вот просто я знаю, и мы с тобой знаем, это действительно наша возможность, потому что это мы материализуем абсолютно все. Абсолютно, это психическая способность человека. Но понимаешь, тогда надо для того, чтобы вообще в эти темы и возможности психические привести общество, ни одного, ни два, а общество, надо детей со школой обучать видеть мир по подобию и процессы видеть в экономике, в развитии человечества и так далее по подобию. А смотри, когда мы, например, даже в стримах говорим, какие-то примеры приводим по подобию, то люди логические, которые пытаются брать умом, они вообще это подобие перевирают. И, например, ну вот на китайский манер, если взять подобие, да, там на даосский манер, то там желтое это все ядовитое, а оранжевое это все там какое-то, а-та-та-та-та-та-та. То есть есть все равно логическая привязка. А видишь, в поле парадокса нету логики. Да. Здесь есть подобие. Подобие. Когда да и нет существует одномоментно. А поле парадокса уже даже наука сразу, медицина, шизофрения. Понимаешь, посмотри, описание шизофрении, меня даже ржачка берет. Мы с тобой то есть люди отбросили сразу эту возможность как психическую человека и разделили вот тебе религия, вот тебе наука. И ты либо на одном крыле летишь, на другом крыле летишь. Вот тебе материя, вот тебе сознание. А любое отклонение это шизофрение. А любое отклонение ты болен, да. Да кто болен? Тот, кто себя на части разделил, тот, кто идет к урологу, гинекологу, там нейрофизиологу, еще к кому-то, тот, кто себя на части разделил, или тот, кто кланяется мощам, когда труп разделили на части, и он молится части трупа и говорит, ты меня спаси, мою душу спаси. И там материализуй мне что-нибудь, прояви мне счастье. Так ты вообще здоровый на голову, когда ты так поступаешь. Вот оно, вот оно от психических отклонений. Да, и тогда понятным становится, почему мы очень часто с тобой говорим по образу и подобию, там вот, да, того-то, потому что действительно все связано и все через нас идет, и поэтому по образу и подобию и не может не быть. То есть все в одном, все целостно. Все в одном, да, да. Но для этого надо научиться мир видеть целостность. Да, да. А вот к этой целостности, чтобы прийти, это действительно ты тогда и парадоксальное восприятие освоишь, и все освоишь, и для тебя это будет нормой. Не норма, это когда ты видишь по частям, а норма, когда ты видишь все единым. Вот тогда норма. Тогда ты развитое сознание. И в этом отличие сознания. Смотри, те же самые насекомые, они же видят мир сотами, вырванными из контекста. Они же не видят мир целостными. Чем больше развито сознание, тем целостнее мир он видит. И если ты недоразвит, ты будешь видеть вырванными кусками. Вот оно, это деградация сознания, общества, людей. Боги заснули и забыли, что они боги. Боги, да. Они растворились. И растворились. А потом они просто сочли, что этот сон и есть реальность. Да. А на самом деле реальность творится у них внутри. у нас внутри. И она творится постоянно. Постоянно. Да. Потому что она не может не создаваться. Не может. Потому что иначе исчезнет материя. А значит, все это настолько вот просто мы знаем это сейчас. И это по-другому никак не может быть. И именно осознав, что мы все создаем и внимание на это возвращает нас к себе. К себе целостному. А не осознав это, мы по-любому создаем. По-любому. Но только мы создаем автоматы. Автоматически подкачивая из того, что человек снит и что снится в снах коллективных. Да. Чуть-чуть вот в этом пространстве материализации чуть-чуть даешь себе возможность приснуть, тут же появляются образы. И эти образы из-за того, что мы погружались, из-за того, что мы узнаем это все, то есть мы специально чуть давали себе пред... Именно поэтому мы ловили по образу и подобию эти образы как некие микробы, а они в большом варианте. И понимая, что в большом варианте, это ты видишь, как в виде какой-то гриба или какого-то гвоздя или какого-то червя, а понимаешь, что это считано с тела твоего, с памяти тела. Вот просто и это говорит о том, что материализация, она постоянно идет. Постоянно. не заметь, не заметь, в памяти тела есть информация и сказочная, и древняя. Там многоуровневая информация. Вопрос, какую информацию зацепит, оцепляет ту информацию, которую тянет человек в текущем дне из коллективного. И чем больше человек уходит наружу в коллективные игры, тем больше он тянет не себя, а чужое что-то. И он это чужое натягивает и проживает. Хотя нельзя сказать чужое, это все равно его, он же смотрится в свое зеркало. Чужое, потому что неосознанное. Он, получается, через зеркало тянет. Неосознанно тянет. Ну, точно так же тянет, точно так же, как робот-автомат или машина, программа-машина, которая не будет работать, если ей не вложить программу. Поэтому и ей необходима эта программа. И поэтому так же и человек неосознанно он тянет откуда-то эту программу для того, чтобы проехать. То есть полностью по образу и подобию работы. Да, машина-автомат. Полностью. Вот эта вот суть вот эта сейчас осознается такой глубиной. Но на самом деле... И постоянным потоком. Вот прям поток. Когда мы с тобой влеклись материализацией и вошли вот в эти слои психики, по сути дела, это уже даже не слои психики, это зеркало, это переход в материю. Мы просто... Мы просто с обратной стороны выходим и с обратной стороны смотрим на мир. С обратной стороны смотрим на мир, когда этот мир собирается для проявления. проявления. И здесь абсолютно весь мир это результат работы нашей психики. И другого нет и быть не может. Просто не может. Когда это осознаешь, осознаешь, что надо менять образование, надо менять медицину, надо менять сознание общества. видишь и знаешь как, что надо для того, чтобы играть в другую игру. Не в войны, не в дебильные ходилки, стрелялки, убивалки, не в продажу оружия и наркотиков, не в... Какие там игры сейчас продают дети, не в уклонение от налогов, когда учат сразу угадать, не в наручники, не еще в что-то. Это все мусор. Надо играть в развитие, надо играть в открытие, надо играть в изобретение, надо играть в счастье, надо играть в любовь, надо открыть в себе любовь. А для этого надо быть чистым, да. Для этого надо быть чистым. Сбавиться от мусора. И та страна, которая первая сделает шаг сюда, на это поле, та страна, которая первая пойдет сюда, с нее начнется расцвет новой цивилизации без перезагрузки через ядерную войну. Кто первый возьмется за это, тот сможет спасти мир. Хотя мир уже спасен. Парадокс. Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok